Будовля стагодзя кипить. Задача на этот год – узвести первую монолитную раму пролетной будовы. На узведение опор зараз накерованы основные силы мостобудовничего отрада и 8-го будовничего отреста. Огульная протяглость бетонного титана в складе около 2,5 километров. Общая протяженность путепровода составляет порядка 2,5 километров. Всего количество опор 109. Значит, наша задача на этот год построить 54 опоры. Это, условно говоря, половина путепровода. Будуют с 8-ми ранницы до 8-ми вечера. Без выходных. Реконструкции подвергнутся и ближайшие дороги. Будет новое асфальтобетонное покрытие, да. И, соответственно, вот эти новые дороги, которые по улице Рябцево, Дворниково и Матросово, тоже не будут изменяться. До переезда уже рыхтуются жихары в улице Поплаусского. И он запланованный на листопад. Их домы снесут, как вызволить место для путепровода. Частку жихару переселить на улицу Высоковскую. Для тех, кто пожадал застаться на земле, неподалеку горвыконкам выделил территорию для приватного сектора. Остатние жихары отдали перевагу кватерам. Перевозить будет помогать, давать машины, людей. Но все равно это, вы сами понимаете, это очень тяжело. Весь дом перевезти. Кто не ездил прозраческие переезды, то не ведает, на кольки тяжко бывает добраться у центр, у годзину пик, каже пенсионер Александр Иванович. Тому до переселения ставится с разумением. Тем больше, что переезжать есть куды. Коль нужна производственная необходимость такая для государства, я не против. Потому что нам предоставляют новое жилье, притом хорошие планировки, а новые есть новые. Ну, конечно, неудобства, это переезд, переселение, но коль для государства нужно, для народа, значит, надо делать. Кипить праца и на Каменецким кольце. И оно повинно стать ширейшим. Рабочие усталевывают дорожные борты, электрики прокладывают кабели, механизаторы-машинисты погрузчика перемещают грунт. 70% капитального ремонта развязки уже выконано. Завершить плануют до конца жнивня. К концу месяца уже будет лежать верхний слой, и основные работы уже будут выполнены. Устроится борта, освещение установлено, и уже будет верхний слой асфальта. Останутся работать такие озеленения, знаки барьерные, благоустройства. Повеличение скорости проходжения автотранспорта отбудется за кошты реорганизации скрыжевания. Таким чином автомобили прямым транзитом, без затримок, смогут заезжать на кольцо и съезжать с его. Увесь комплекс работ плануется завершить до 1000 год за города. Деяна Мещук, Тиграна Копян, телерадиокомпания «Брест».